Добрый день, коллеги. Я приветствую всех представителей средств массовой информации, наших гостей, участников сегодняшнего разговора, всех, кто находится на мультимедийной площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня», а также всех, кто смотрит сегодняшний круглый стол в онлайн-режиме. Тема круглого стола – возможно ли сближение России и группы «Семи»? Всю текущую неделю лидеры стран «Большой семерки» были озадачены именно этим вопросом. Это бурное обсуждение происходит накануне саммита группы «Семи» во французской Биорице. В начале все началось с визита президента России во Францию 19 августа и переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном. Правда, мнения лидеров семи ведущих экономик мира разделились. Президент Соединенных Штатов Трамп предложил расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Европейские лидеры Германии и Британии категорически против, а Франция увязывает возвращение России в этот формат с разрешением конфликта на востоке Украины. Об этой неожиданной дискуссии лидеров крупнейших экономик мира, о предстоящем саммите, об эффективности формата «семерки» в условиях кризиса многополярности мы будем говорить с нашими гостями. Также нам будет представлена рабочая тетрадь Российского Совета по международным делам «Почему семерка не стала восьмеркой» или «30 лет отношений Москвы и группы семи». Я с удовольствием представляю наших гостей. Рядом со мной генеральный директор Российского Совета по международным делам Андрей Картанов. Я рада приветствовать на нашей площадке директора Центра исследований международных институтов Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Марину Лорионову. С нами сегодня директор дирекции по международному развитию фонда «Институт современного развития» эксперт РСМД Сергей Кулик. Андрей Вадимович, еще саммит не начался, а предварительные первые результаты уже есть. Но давайте все-таки начнем с тетради. Каким выводом вы приходите в ней? Мне не очень удобно рекламировать свою собственную работу, но хочу обратить ваше внимание на ее структуру. Я ее обозначил как драму в трех актах с прологом и эпилогом. Я должен пояснить, что я имею в виду. Ко мне примерно полгода назад обратились мои французские коллеги с просьбой написать для них некое эссе относительно взаимоотношений России и «Семерки» в преддверии саммита «Семерки» в Биорице. Я думал, какую аналогию из французской культуры можно было бы использовать для описания этих отношений. И мне пришло в голову, что лучше всего вот эта драматическая, сложная, противоречивая, довольно болезненная история отношений, которые растянулись на 30 лет, больше всего это напоминает знаменитую пьесу классика французской литературы Жанна Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве». Если кто-то помнит эту пьесу, она была совершенно замечательно поставлена в театре Вахтангова, главную роль там играл блистательно. Это уж и смысл, собственно говоря, вот этой пьесы в том, что есть богатый, может быть, не очень продвинутый мещанин, господин Журден, который всеми силами пытается войти в светское общество и приобрести дворянство. Вот этим желанием наивным в чем-то все пользуются, все окружающие, начиная от его родственников и кончая там представителями того же светского общества, которые пытаются на этой амбиции сыграть свою игру. Там много хомических эпизодов, его даже формально в это дворянство принимают. Он становится представителем тогда турецкой элиты, ему присваивается сан Мамамуша, потом оказывается, что все это фейк, ну, в общем, и так далее. К чему я это говорю? К тому, что вот не хочу пересказывать содержание своего опуса, но ограничить тремя выводами, которые могут показаться интересными. Во-первых, с моей точки зрения Россия так и не вошла в семерку в полном объеме и в полном смысле этого слова. Да, конечно, с 1998 года были приняты соответствующие политические решения, которые превратили семерку в восьмерку. Но на некоторых направлениях Россия все равно была отдельно. Например, если говорить о встречах министров финансов, если говорить о некоторых других вопросах экономического и финансового характера, в общем, полной интеграции, с моей точки зрения, не произошло. И я участвовал в подготовке как эксперт некоторых из этих встреч. Я помню еще и старые ельцинские времена, когда мы собирали Бориса Николаевича на эти поездки. Я помню эти мероприятия уже 2000-е годы. В общем, полной интеграции не произошло. Второе. Семерка сегодня – это не та семерка, в которую Россия входила в 90-е годы. Слишком многое изменилось. И не только была создана двадцатка, которая оттянула на себя часть функционала семерки, причем функционала достаточно важного для России, но и потому, что все-таки семерка была основана на концепции однополярного. То есть, Соединенные Штаты как лидер, единая система ценностей, единая система приоритетов, и это ушло. Мы видели распад консенсуса, распад единства западного на встречах семерки в прошлом году, в позапрошлом году. Конечно, есть Трамп, который главное, наверное, возмутрили спокойствие, но есть и другие факторы. Ну, например, вот последняя встреча, если вы видели Джонсона с тем же Макроном, очень трудно говорить о единстве ценностей. Поэтому в одну и ту же реку нельзя вступить дважды. И, конечно, семерка как символ вхождения России в клуб, привлекированный клуб западных стран, как символ коллективного Запада, сегодня гораздо менее убедительна, чем она была, скажем, в середине 90-х годов. И последний момент, не хочу занимать слишком много вашего времени, но вот обратите внимание, когда говорят о возвращении России в семерку, о превращении семерки в восьмерку, это представляется нашими западными партнерами как некий бонус. То есть это своего рода поощрение России за хорошее поведение и за те изменения в российской политике, которые от России ждут. И вот, конечно, вот этот подход, он не работает. Я понимаю, если бы речь шла о гипотетическом вхождении России в какие-то серьезные западные организации. Например, я понимаю, что это сейчас звучит фантазийно, но если бы Россию пригласили войти в Евросоюз или в НАТО. Это организации, которые принимают ответственные решения. За эти решения их участники, конечно, отвечают. Семерка – это все-таки во многом структура символическая. И большой вопрос, кто кому здесь больше нужен. Потому что, да, конечно, для России, наверное, участвовать в еще одном форуме не так уж плохо, но, с другой стороны, многие вопросы, которыми занимается семерка, они просто нерешаемые, если в их обсуждении не принимает участие Москва. То есть это надо учитывать и понимать, что членство в семерке – это не награда, это не бонус, это не поощрение. И рассматривать его в этом качестве, ставить какие-то условия, мне кажется, это не очень продуктивно. Я не думаю, что российское руководство на это готово поехать. Это не означает, что с семеркой не нужно работать. Конечно, работать не нужно. И я считаю, что если Трамп приглашает Владимира Путина приехать в будущем году на саммит семерки, который пройдет в Соединенных Штатах, то это предложение надо рассмотреть серьезно, поскольку это возможность заявить свою позицию, это возможность провести на полях семерки, может быть, достаточно важные двусторонние встречи, это возможность прозондировать почву для каких-то соглашений. Но думаю, что в обозрименном будущем говорить о возвращении России в восьмерку было бы немножечко несерьезно. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Вадимович. Марина Владимировна, а с Вашей точки зрения, вообще России нужен такой формат, как участие в большой семерке? Ведь большая семерка, можно сказать, уже некий отживший формат. Ведь есть же двадцатка. Мне кажется, что частично я бы согласилась с Андреем Вадимовичем, что, может быть, рассмотреть возможность сотрудничества с семеркой и стоит, но это будет зависеть от конкретных предложений, потому что, например, на саммите в Биорице точно делать нечего, потому что сейчас уже понятно, какие будут результаты. Более того, состав участников расширенного формата, который там ожидается, который включает помимо семерки ряд международных организаций, крупнейших, кроме ВТО, при том, что тематика торговли будет обсуждаться, включает еще ряд лидеров Африки, в том числе Южную Африку, которая является нашим партнером по БРИКС, Индию, Австралию и еще целый ряд государств. Там обсуждаются такие вопросы, с которыми я не вижу смысла принимать участие нам на высоком уровне сейчас. Что касается отживший и не отживший формат, в определенной степени он имеет свою ценность. Все-таки вообще это будет 45-й саммит уже семерки. При том, что действительно есть раскол в рядах, но семерку используют участники Альянса для того, чтобы формулировать общие позиции и отставить свои интересы именно вот такого коллективного Запада в двадцатке. Мы это наблюдаем, мы это наблюдаем в повестке экономической тоже. В двадцатке нет политической повестки, но вот по экономической повестке однозначно совершенно вопросы, связанные, например, с количественным смягчением, политикой количественного смягчения США, они вызывали большие противоречия внутри семерки, они отрабатывались там, вырабатывалось общее решение, которое затем уже продвигалось в двадцатке, в том числе с партнерами по БРИКС. То есть вот совсем как бы списывать со счетов семерку не стоит, но для нас, мне кажется, действительно более важным является сейчас формат двадцатки и формат БРИКС. Мы в следующем году принимаем председательство БРИКС, и тоже у нас тут не все гладко в этом формате, и нет единства между членами, что, в общем, тоже понятно, это такой достаточно еще молодой формат, 10 лет мы всего собираемся. Я бы, конечно, считала, что намного важнее нам работать сейчас именно в двадцаточном формате, особенно в части, касающейся экономики, и в БРИКС. А вот что касается результатов ожидаемого саммита, вот я могу сказать, какие будут результаты в части, касающейся, например, отношений с Россией и в части, касающейся экономической. Из этого можно сделать каждому выводы самому о том, стоит или не стоит нам туда присоединяться. Первый день будет посвящен именно тематике международной политики, и обязательно будет высказано в коммунике, затем в очередной раз обвинение в сторону России в связи с аннексией Крыма, в очередной раз будут требования о необходимости имплементации и минских соглашений. Очередной раз будет подтверждена готовность того, что страны-семерки могут ужесточать санкции, но если Россия будет исправиться, грубо говоря, то тогда они могут рассматривать и снятие санкций. Еще один пункт в отношении России, который тоже можно ожидать, это поддержка США, выхода США из нашего соглашения по РСМД и обвинение России в нарушении этого соглашения. И вот я не знаю, будет ли в этот раз, может быть, Франция немножко смягчит акценты, но на прошлом саммите поддержка Великобритании была выражена, и осуждение России в использовании химического оружия и осуждение за инцидент в Солсбери, а кроме того осуждение за дестабилизирующее поведение России в Сирии. То есть набор обвинений в наш адрес, который высказан уже в ряде документов председательства Франции, которые можно ожидать, что они прозвучат и в итоговом коммунике, очень большой. Я не думаю, что наше участие в мероприятии этом, оно позволит как-то изменить формулировки, изменить позиции. И это ключевое соображение, по которому нам, в общем, мне кажется, нецелесообразно сейчас участвовать в этом формате. Но если коллеги будут готовы приехать в Ялту на саммит, ну, можно рассмотреть. Спасибо большое, Марина Владимировна. Сергей Александрович, формат «семерки» имеет свою ценность, сказала Марина Ларионова. Вы также считаете его эффективным и нужным для нашей страны? Во-первых, я должен согласиться с выводом господина Куртунова, в последнем абзаце, насчет участия, возможного участия России в «семерке», «восьмерке». Здесь есть, конечно, очень много плюсов. И у нас, как он сказал, накоплен очень серьезный опыт. Без «восьмерки» мы многие вещи не условили. Именно в плане поведения дипломатического искусства и внешнеполитического поведения. В то же время, когда мы говорим о том, что нужно ли или будет ли Россия принимать участие в «семерке», «восьмерке», мы должны подумать о повестке. Ну, например, предположим, что Россия принимала бы участие в предстоящем саммите. Фактически, я должен добавить к тем вопросам, которые будут обсуждаться, есть официальная повестка, есть вопросы, где мы можем ожидать четких результатов, а где-то пока еще есть неопределенности. В то же время «восьмерка», «семерка» я это называю, это внутренний междусобочек. Они обсуждают, решают внутренние проблемы. Внутри «восьмерки», «семерки» и так далее. Вот есть три вопроса, которые не вынесены на повестку, где я ожидаю серьезных дебатов внутри. Это касается и внутренних междусобочек. Первое, торговые войны, это проблема торговой войны между США и Китаем, которая затрагивает непосредственно, особенно Германию, и в то же время и Францию. Поэтому эти вопросы будут обсуждаться. Как они, чем они закончатся, вот здесь много вопросов. Предположим, Россия бы сейчас принимала участие. С учетом того, что мы сейчас союзники с Китаем, понятно, что Россия была бы не на стороне многих участников «семерки». Второй вопрос – это «брексит». США, в принципе, поддерживают кандидатуру и нынешнего премьер-министра Джонсона по поводу, в том числе… Я говорю про Трампа, я не говорю про американскую элиту. Поддерживают, в том числе и вариант «хлопнуть дверью» и выйти из Брексита без всяких… Сделать Брексит без всяких условий. Опять же, Москва здесь… Здесь Москва, позиция Москвы довольно-таки неопределенная. Поэтому, как бы Россия участвовала в обсуждении этого вопроса, непонятно. И третий вопрос – это вопрос поддержки так называемой либеральной демократии. Этот вопрос будет обсуждаться. То есть «семерка» – это как бы основной костяк сторонников продвижения демократии во всем мире и защиты демократии во всем мире. И здесь, конечно, некоторые претензии были бы предъявлены к Москве. Поэтому здесь тоже непонятно, какое место Россия занимала бы в этих внутренних междусобойчиков. Поэтому я бы, как господин Куртунов написал, что здесь больше 7 плюс 1. Это касается не только посткрымской ситуации. Я хочу напомнить, что в 2013 году, еще до Крыма и так далее, Россия была на саммите «восьмерки» большим прессингом по поводу Сирии. И здесь я должен сказать одну вещь. Что до Крыма Россия всегда спорила и защищала свои позиции именно по вопросам так называемой жесткой безопасности. То есть военно-политической, конфликтной и так далее. А вот что касается нетрадиционных, здесь я уже перехожу к другому, что касается так называемых нетрадиционных угроз безопасности. В данном случае это не военные конфликты, имеется в виду безопасность, здоровье, миграция, климат и так далее. И так называемые новые угрозы. Вот здесь Россия всегда находила точки соприкосновения с другими участниками «семерки», «восьмерки». И я хочу напомнить, что Россия во время своего председательства в 2006 году центральным вопросом подняла, был вопрос о так называемой глобальной безопасности здоровья, так называемой «глобал хеллс гаудинс». И в 2000, когда она должна была председательствовать, то есть в 2014 году, этот вопрос тоже был одним из центральных. И еще безопасность энергетики была. Кстати, в этой связи я должен, если я не задержу внимание, Андрей Владимирович правильно описал ситуацию в своей книге насчет 2006 года, о том, что не смогли найти некоторые компромиссы по поводу энергетики и еще другой вопрос. Но он же одновременно сказал, что там еще поднимался вопрос о глобальной безопасности здоровья. Но вы не упомянули результаты, а результаты были очень сильные. Именно Россия продвинула очень многие вещи по поводу глобальной безопасности здоровья. И, к сожалению, то, что Россия перестала участвовать в «восьмерке» в 2004 году, помимо таких политических издержек, очень серьезный минус, кстати, о чем западники признают, это то, что не удалось обсудить с участием России проблемы глобальной безопасности здоровья в 2014 году. Повестка была очень сильной. Кстати, здесь я должен еще отметить пользу «восьмерки» и «семерки» для России. Она заключается в том, что в феврале 2014 года до Крыма было проведено в рамках подготовки к саммиту «восьмерки» была подготовлена и проведена очень серьезная конференция с участием бизнеса по поводу глобальной безопасности здоровья. В «восьмерке», как и в «двадцатке» один из основных вопросов – это формирование государственных частных партнерств, когда необходимы деньги, финансы и так далее на различные программы. Вы знаете, что по глобальной безопасности здоровья, за здоровье очень большие деньги у фармацевтических компаний, особенно у западных, которые особенно не горят желанием вкладывать большие средства именно в обеспечение безопасности здоровья в Африке и в бедных районах. Так вот «восьмерка» и «семерка», ну, раньше «восьмерка», в принципе, сейчас «семерка» уже не очень сильно работает, «восьмерка», оно оказывало очень серьезное давление на бизнес империи, фармацевтические, чтобы они вкладывали деньги, в том числе и по программам ООН. Так вот, на этой конференции в феврале и наш бизнес под рамкой председательства и определенного влияния наших коридоров власти был готов увеличить свой вклад, частый вклад в финансирование программ, даже не только национальных программ здоровья, а проблем глобальной безопасности здоровья, включая борьбу с различными эпидемиями и так далее. И после того, как наше председательство прервалось, бизнес, не знаю, с легким сердцем или с тяжелым сердцем от этих договоренностей отошел. Я имею в виду отечественный бизнес. То есть в данном случае участие России, и особенно ее председательство в 2006 году и при подготовке председательства в 2004 году, в «осьмерке», оказывало очень серьезное позитивное воздействие, в том числе на некоторые скрытые каналы, о которых я вам сказал, в том числе под настроение бизнеса. Спасибо. Спасибо большое. Насколько я понимаю, обоюдная заинтересованность «Большой семерки» в России, и Россия в «Большой семерке» есть, только есть некие политические моменты, которые мешают лидерам группы семи это признать. Андрей Вадимович, а когда Вы тетрадь готовили, Вы ожидали того, что русский вопрос для лидеров «Большой семерки» станет таким дискуссионным вопросом? Ну, Вы знаете, я думаю, что для всех нас это было неожиданностью. И я так полагаю, что очевидно, встреча президентов России и Франции на Лазурном берегу прошла достаточно успешно, и, может быть, французский президент после завершения своего общения с Владимиром Путиным пребывал в несколько эйфорическом настроении и высказался в том духе, о котором мог потом пожалеть. То есть он действительно… Ну, судя по тому, что потом он стал делать оговорки и, в общем, поправлять себя, говорить о том, что, в общем, его не совсем правильно поняли, мне кажется, это всегда не очень хорошо для лидера корректировать свои заявления. Но я так думаю, что, вероятно, в ходе встречи появился какой-то свет в конце туннеля, возможно, какие-то подвижки на украинском направлении, возможно, какие-то новые идеи относительно общеевропейской безопасности, что, в общем, и позволило Макрону высказать такую нетривиальную мысль. Кроме того, конечно, надо учитывать, что все это происходит на фоне довольно последовательных и настойчивых усилий Франции позиционировать себя в качестве европейского лидера. То есть в Германии происходит смена поколений политической элиты, мы знаем, что канцлер Ангела Меркель приближается к завершению своего правления, Италия находится в очень сложной ситуации, вот сейчас опять рушится очередное итальянское правительство, Великобритания занята Брекзитом. То есть у Франции появляется возможность заявить о своем лидерстве. Для того, чтобы заявить о своем лидерстве, нужны крупные новые идеи. Конечно, это не только российское направление, но российское направление важное. И я думаю, что вот это заявление Макрону, может быть, несколько даже эпатажное, оно было как раз и предназначено в том числе для подтверждения французского лидерства в Европейском Союзе. Для Макрона это особенно важно, потому что его популярность, как мы все знаем, на фоне выступлений желтых жилетов внутри страны падает. И, к сожалению, сейчас многие подозревают, что Макрона может постичь судьба его предшественника, Франсуа Алана, то есть он может оказаться не очень популярным лидером. Поэтому здесь, наверное, совпало несколько факторов, которые вот и привели к такой импровизации. А что касается позиций Трампа, то, в общем, эта позиция не нова. Трамп и раньше предлагал подключить Россию к «семерке». В прошлом году, по-моему. В прошлом году, по-моему. Мы не поддержали. Да, но понятно, что это тоже был свое рода эпатаж и свое рода демонстрация, ну, такого снисходительного отношения к «семерке». То есть, когда говорят, ну, «семерка» — это все-таки клуб ценностей, вот либеральной демократии. Я думаю, что когда Трамп говорил, что «ну, а что бы нам бы Путина не позвать», тем самым он как бы ставил себя выше привычной либеральной риторики своих предшественников. Но я хотел бы тоже еще раз поддержать здесь то, что сказала Марина Владимировна. Ведь встреча «семерки» готовится не за неделю и не за месяц. И если говорить о встрече в Биорице, то ей предшествовала, в частности, встреча министров иностранных дел, стран-членов «семерки» в той же Франции, насколько я помню, в конце мая этого года. В апреле. А, ну, в апреле. Ну, в апреле этого года. И по итогам этой встречи была принята довольно пространная декларация. И что любопытно, ну, там, да, вот этот традиционный набор обвинений России в нарушении международного права, там, Украина, Сирия. Но что любопытно и что, мне кажется, не прошло незамеченным в Москве, это то, что «семерка» полностью следоризировалась с американской позиции по РСМД. То есть это, конечно, звучит парадоксом, когда, ну, вроде бы, Соединенные Штаты выходят из договора, при этом вся ответственность за американское решение возлагается на Москву. Используется та же система аргументации, которая была выдвинута Пентагоном. И вместо того, чтобы, ну, хотя бы предложить обеим сторонам оставаться в рамках договора, при том, что юридически они уже не должны это делать, вместо этого в декларации содержатся какие-то невнятные угрозы в адрес Москвы, что вот мы найдем адекватную реакцию на возможные нарушения России этого договора. Хотелось бы понять, о какой реакции может идти речь, особенно учитывая, что, конечно, жертвами вот этой ситуации в первую очередь станут европейские страны-члены «семерки». То есть это о чем говорит? О том, что, несмотря на всю фронту, несмотря на разногласия, в общем, все-таки американская позиция остается по многим вопросам, особенно по вопросам безопасности, традиционной безопасности, определяющей. И, в общем, когда некоторые наши журналисты говорят, что фактически «семерка» — это Соединенные Штаты и группа «шестерок», ну, это, конечно, не очень политически корректно, но что-то в этом заявлении соответствует, к сожалению, истине. Еще добавления будут? Или к вопросам? Да, к вопросам. Коллеги, пожалуйста, у вас есть возможность задать свои вопросы на второй ряд. Вам микрофон, представьтесь, кому ваши вопросы. Владимир Анникович, Медиахолдинг, регион России. Вот хотел услышать сейчас текущую ситуацию в странах группы «семерки», особенно вот в Италии, ваш комментарий, плюс Япония, какую вообще там сейчас занимают место и роль на международной арене. И вот еще такой аспект, есть Бильдерберг, есть трехсторонняя комиссия. Если группа «семь», они там взвешенно какой-то вырабатывают позицию, там, как они будут представить интересы группе «двадцать» и так далее, то вот эти площадки, как трехсторонний Бильдерберг, они какую роль в мировой международной политике играют? Спасибо. Ну, давайте я начну, может, тогда потом, вдруг добавят. Ну, как вы знаете, «семерка» неоднородна, и разные ее члены по-разному относятся к России. Действительно, существуют позиции Италии, которые условно можно назвать более пророссийской, последние годы – это годы активного российско-японского развития отношений. Поэтому, конечно, мы можем рассчитывать на то, что несколько стран-членов «семерки» будут занимать более благожелательную позицию в отношении Москвы, чем другие. Приведет ли это к изменению позиции всей «семерки»? Думаю, что нет. Вот, скажем, если говорить об Италии, то, безусловно, итальянское руководство – это не только последнее правительство, и предыдущее правительство – выступали, в частности, с предложениями об изменении режима санкций, какого-то смягчения санкций, большая гибкость, может быть, даже вообще отмен. Но для итальянского руководства все-таки вопрос отношения с Россией – он не главный. Главное – отношение с Брюсселем. Это вопрос, скажем, финансовой дисциплины, вопрос распределения структурных фондов Евросоюза. Поэтому мне кажется, что для, скажем, итальянских популистов отношения с Россией – это некая карта в игре с Брюсселем. То есть, если вы к нам будете плохо относиться, то мы пойдем искать защиты или поддержки в Москве. То есть, это своего рода шантаж Евросоюза, может быть, таким же шантажом и «семерки», хотя думаю, что в отношении «семерки» это все-таки маловероятно, поскольку «семерка» не принимает конкретных решений по финансовым вопросам. Поэтому, да, есть расхождение, есть различные взгляды. И если на одном конце спектра находятся страны, подобные Италии и Японии, то на другом конце находятся страны, подобные Великобритании или Канады, которые занимают наиболее жесткие позиции. И тут есть нюансы. Ну, например, если мы говорим о тех же санкциях, о возможности участия, то разные европейские лидеры «семерки» по-разному формулируют эти условия. В частности, если, скажем, канадские лидеры говорят, что необходимо восстановление статус-кво, существовавшего до 2014 года, то есть предполагается в том числе и возвращение Крыма к Украине, то ряд европейских лидеров говорят прежде всего о необходимости выполнения минских соглашений. А минские соглашения, как вы знаете, к Крыму отношения не имеют. Это вопрос ситуации на востоке Украины. То есть есть нюансы, есть разные взгляды, но, повторяю, я не думаю, что дело дойдет до какого-то раскола. В этом расколе, конечно же, никто не заинтересован. И второй вопрос у вас был по... Микрофон еще. А, да, по площадкам. Я сейчас передам слово партнерам. Я просто тогда хотел одно замечание сделать. Вот говорят, что трехсторонняя комиссия – это вообще такая организация общественная, не государственная, никакого влияния она не оказывает. Но я просто исторически хочу напомнить, что роман России с Семеркой, вернее, роман Советского Союза с Семеркой, начался с визита представителей трехсторонней комиссии в Москву. По-моему, это был январь 1988 года, когда группу экспертов высокого уровня, во главе, кажется, с Генри Киссинджем, принял Горбачев. И тогда появилась идея о том, чтобы Советский Союз как-то начал взаимодействовать с группой Семи. И потом Горбачев поехал по приглашению Маргарет Тэтчер в Лондон летом уже 1991 года, буквально накануне Путча. Правда, тогда уже, когда он приехал, по-моему, Маргарет Тэтчер уже ушла, был Джон Вейджер. Но, в принципе, это о чем говорит? О том, что вот эти неформальные структуры, их значение не надо переоценивать, конечно, не они принимают решения, но они могут задавать определенный вектор развития, они могут обкатывать какие-то идеи, они могут вести предварительный зондаш. И в этом смысле они, конечно, играют определенную роль. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Я бы хотел связать два ваших очень интересного вопроса насчет внутренней ситуации. Я, в принципе, больше озабочен, так называемое, повторяю, нетрадиционными угрозами. Потому что у нас, к сожалению, очень много так называемых и настоящих, и так называемых экспертов по военным конфликтам. Многие стали вдруг экспертами по Сирии, когда 3-4 года назад они вообще не знали, где эта страна находится. Речь идет о том, что многие риски, они происходят из новых угроз. Повторяю, это климат, миграция, неравенство, здравоохранение и так далее. Так вот, внутренняя ситуация, она влияет и на приоритеты. Так вот, одна из проблем с Японией, из внутренней ситуации, заключается в том, что Япония сейчас, например, по климату, она больше на стороне, ну, с моей точки зрения, больше на стороне американцев, то есть Трампа. То есть как бы это дело пустить на самотек. А Франция, наоборот, как хозяйка вот этого Парижского соглашения, которое было в 2015 году, она, эта страна является локомотивом, чтобы пробить выполнение вот этого Парижского соглашения. Поэтому внутренние между собойчики там будут. Повторяю, это прежде всего из-за внутренней ситуации в Японии. Теперь, что касается вот этих бендербергских, трехсторонней комиссии и так далее. Вот на этой высокой трибуне должен вам выдать, это не секрет, вы можете найти на сайте и так далее. Трехсторонняя комиссия, она была создана в США, Западной Европе и Японии. Нас там не было и никогда, так сказать, за этого не было. Так вот, в апреле этого года в европейскую группу впервые вошел представитель, можно сказать, Советского Союза, России и так далее. Это председатель правления нашего фонда, господин Юргинс, Игорь Юргинс. И он является полноправным членом трехсторонней комиссии. Так вот, я должен вам сказать, что никакого там заговора и так далее, и так далее, там, естественно, нет. Мы доносим нашу точку зрения. Так вот, приоритет трехсторонней комиссии в ее обсуждении, в том числе и европейской ветви, это прежде всего нетрадиционные угрозы. И как нам сотрудничать вместе по ликвидации или смягчению вот этих, так сказать, нетрадиционных угроз. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Давайте сначала на третий ряд. Представьтесь, кому вопросы. Газета Moscow Life. У меня вопрос Марине Владимировне. Вот на ваш взгляд, насколько выгодно для России сегодня, именно в условиях нынешнего политического ландшафта, заближение России с «семеркой» и даже в перспективе возможное воссоздание структуры «восьмерки». Спасибо. Я уже сказала, что, мне кажется, в настоящий момент нам важно следить за решениями, понимать, что происходит в «семерке», четко понимать, как те или иные решения повлияют на решения в других международных структурах и на наши отношения с партнерами. Я, помимо приведенных уже примеров, ожидаемых решений биорицы, добавлю еще один. Я думаю, что наверняка будет сказано в отношении России и Китая одновременно о том, что партнеры по «семерке» осуждают вмешательство не демократических государств, а демократические выборы в своих странах. И это вот с точки зрения политической. А с точки зрения экономической будет такой интересный разворот событий. Вы все знаете, что в «двадцатке» одно из ключевых направлений взаимодействия – это финансовое регулирование. И вроде бы здесь, кажется, и нет противоречий, да, не должно было бы быть противоречий. Но я напомню исторически, что проблемы по финансовому регулированию, финансовый кризис случился в результате того, что слабое регулирование было в США. И когда США в 2008 году, 2009 году стали испытывать очень серьезное давление для того, чтобы ужесточить регулирование, они понимали, что это сделает игроков и их финансового рынка менее конкурентоспособными. Поэтому, в общем-то, США и партнеры по «семерке», такие как Великобритания и Франция, и Германия, были движущей силой того, но прежде всего США, чтобы сделать новое финансовое регулирование общим для всех. Мы их поддерживали в этом только в результате того, что для нас было важно, чтобы все-таки мы понимали, что такой кризис не повторится, поскольку имеются очень серьезные последствия для других рынков, то, что называется спиловый эффект. Поэтому, например, сейчас в рамках «семерки» осуществляется работа по профилактике трансграничных киберинцидентов на финансовых рынках. Министры финансов и главы центральных банков участвуют в этом процессе, а также стандарты, устанавливающие международные организации. Этот процесс, как пока сейчас они заявляют, будет концентрироваться в «семерке». И, возможно, он и останется в «семерке». Они будут на определенном этапе… То есть они его оттестируют, посмотрят, как это работает и все остальное. И дальше они будут думать, как его распространять или дальше, или не распространять ли дальше. Вот по таким бы вопросам, конечно, нам было бы очень хорошо работать с «семеркой». Потому что, да, в конечном итоге то регулирование, которое там нарождается, оно будет трансформировано в международный контекст. И не факт, что нам тут предложено это регулирование будет выгодно. Аналогичный пример хочу привести в области налогообложения. Мы все знаем, что «двадцатка» в рамках нашего председательства одобрила так называемый план БЕПС по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и избежанием налогообложения. Пункт первый этого плана гласит о том, что мы будем разрабатывать новые правила налогообложения. И вот до недавнего времени, которые важны для цифровой экономики именно, и вот до недавнего времени по этому первому блоку мы практически не участвовали в работе, потому что она концентрировалась в «семерке» и ОЭСР. А сейчас на саммите в Осаке уже ОЭСР представил план, согласно которому в течение 2020 года будут выработаны новые правила и методы определения права на налогообложение и методы и механизмы его администрирования. Представляете, что это означает? Это будет вся система международных договоров, соглашений об избежании двойного налогообложения, всех международных, многосторонних. Она вся будет пересматриваться. Мы в этом участвуем сейчас по касательному, а вот «семерка» прямо изнутри с ОЭСР это плотно отрабатывает, и они между собой тоже не всегда согласны, континентальная Европа и США, и Великобритания не всегда согласны по подходам. Но вот по таким вопросам, да, важно, конечно, важно. Но это можно делать и в рамках других международных организаций. Но то, что, конечно, «семерка» остается фокусом таких важнейших вопросов, мы это понимаем, отдаем в этом себе отчет, но они нас хотят видеть за одним столом не для того, чтобы обсуждать эти вопросы, а для того, чтобы еще раз научить, как нам правильно выстраивать свое государственное строительство, гражданское общество и так далее, и так далее. Спасибо. Ваш вопрос на четвертый ряд. Микрофон. Медиа-центр «Диалог» – вот эта тенденция России последних лет выхода из западных организаций, она, не скажется ли она на изоляции вообще нашей страны, и не скажется ли это на экономике России? Я имею в виду энергодиалог, северный поток и инвестиции зарубежные. Вот эти вопросы. Потому что Евросоюз все-таки главный экономический партнер России. Спасибо. Кто готов начать? Ну, я могу начать. Вы имеете в виду Организацию экономического сотрудничества и развития? Мы оттуда не выходили, наше участие, наше присоединение туда приостановило ОСР. Как бы ограничение в нашем диалоге с ЕС тоже, понимаете, это же не инициатива Российской Федерации была. Приостановление нашего участия в Восьмерке и возвращение к формату Семерки – это тоже не наша инициатива. Мы хотим участвовать в наших многосторонних организациях и в двухсторонних партнерствах, и в трехсторонних. Мы развиваем их. То, что угрозу содержит это определенную, да, мы это понимаем, мы чувствуем, мы знаем, что по разным подсчетам разные есть эффекты санкций. Но в свое время, когда в 2014 году вот этот весь процесс начинался, я спросила нескольких очень таких, я не экономист сама, поэтому мне важно экспертное мнение, я спросила нескольких экономистов о том, чем нам это грозит экономически. И мне сказали, минимум полтора процента ВВП за год упадет. Вот. И действительно, так потом, в общем-то, это и получилось. Инвестиции, да, тоже, конечно, очень сложно переориентироваться бизнесу, работать в новых условиях с ограничениями по заимствованию. Ну, был, конечно, плюс, я не буду говорить много о плюсах, но скажу о том, что резкое ограничение заимствования на Западе хорошо сказалось. У нас снизился очень долг, не только государственный, но и долг частных компаний. А, вот еще хотелось в защиту компании сказать. Многие крупные компании имеют специальные программы по охране здоровья, защите здоровья, как в России, так и, например, в Африке. Я назову только, вот, может быть, те, которые мне сразу пришли на ум, Металл Инвест, крупнейшая, да, компания, Сахалин Энеджи, тоже, ну, там, национальное меньшинство, у них для них специальная компания. Русал очень много делал, в том числе для искоренения Болы и продолжает делать, несмотря на текущее обстоятельство. Вот. То есть, да, конечно, эффекты негативные, но это не наш выбор был. Да, пожалуйста. Можно мне? Знаете, я хотел бы, для того, чтобы вас немножко развлечь, сослаться на старый анекдот. Анекдот такой. Вот представьте себе, кладбище, осень, накрапывает мелкий дождь, дует холодный ветер, все люди озябли, промокли, устали, у всех настроение плохое, и только я лежу в сухом, удобном, деревянном ящике. Что это означает? Это означает, что, конечно, если задача минимизировать риски, максимализировать суверенитет, то тогда надо искать себе место в удобном, тёплом, деревянном ящике. А если интегрироваться в мировую экономику, в мировую социальную систему, то, очевидно, надо идти на риски и на определенные уступки. Это не означает, что надо обязательно стремиться в западные структуры. Есть другие структуры, ну, скажем, вот как часть вопросов, которыми занимается «семерка», они так или иначе, скажем, рассматриваются в формате АТЭС. И в Бриксе. И в Бриксе, да, и в Бриксе, совершенно верно. И это означает, что можно искать альтернативные площадки, но, безусловно, важна стратегия. Прежде всего, стратегия социально-экономического развития страны. Поскольку в зависимости от того, как вы выстраиваете стратегию, интеграция становится более или менее значимым приоритетом для вас. Если ваша интеграция в мировую экономику сводится к продаже нефти и газа, то, в общем, строго говоря, можно, наверное, обойтись без какой-то активной работы в таких международных структурах. Если вы хотите развивать экономику на инновационных рельсах, тогда, очевидно, и интеграционные ваши усилия должны быть более последовательными и более системными. Для меня очень интересной была дискуссия, которая у нас проходила в отношении возвращения России в ПАСЕ. Ну, тоже многие говорили, да зачем нам это в ПАСЕ? Там будут нас только критиковать, там собрались русофобы, нечего нам там делать, еще и деньги платить надо. Но мне кажется, что решение было принято правильное, потому что ПАСЕ – это не только площадка для заявления своей позиции, и участие России в работе Совета Европы, оно имело существенное значение для внутренней модернизации. Если посмотреть на российскую пеннициарную систему, она изменилась во многом благодаря нашей работе в Совете Европы. Вот я думаю, что это мое субъективное, естественно, мнение, но все-таки выбор должен быть сделан в пользу вот тех, кто там мокнет, кто там изнывает под этим холодным дождем, потому что это жизнь. Альтернатива, к сожалению, не очень жизнеспособна. И мы знаем, что много исторических примеров, как изоляция вела к застою и последующему кризису. Сергей Сеонович, пожалуйста. Я по поводу нашего бизнеса и здравоохранения, во-первых. Значит, я хочу сказать, что, естественно, наш бизнес в этих программах участвует. Я хотел другое сказать, что если бы мы сохранили свое место в «Восьмерке», извините, то работа бы бизнеса и участие было бы побочее. И получило бы больше развития. Да, больше развития. То есть, грубо говоря, влияние «Восьмерки» и нашего председательства имело бы большое значение для бизнеса. И работа была бы поэнергичнее. Это первое. Второе, насчет вашего вопроса. Я просто задержу ваше внимание на некоторых скрытых процессах, в том числе в рамках «Семерки», «Восьмерки». По поводу того, что после крымской ситуации и по поводу ОСР. ОСР, мы не члены ОСР, но ОСР – это очень серьезный, я бы даже сказал бы номер один, институт повышения квалификации. И те специалисты наши, российские, экономисты, финансисты и другие, по социальным вопросам и так далее, которые участвовали в работе, просто там сидели, получали информацию, участвовали в семинарах, ну, внутренних и так далее, у них повышение квалификации было намного больше, если бы они сидели бы не только у нас, во Всемирном банке и так далее. Да вот, к сожалению, после Крыма вот эта работа, она, естественно, мы там присутствуем и так далее, но она во многом свернута. И вот то, что нам не хватает, это интеллектуальные подпитки наших экономистов, финансистов и так далее, которые через канал ОСР. Спасибо. Спасибо, еще вопросы. Да, пожалуйста, на третий ряд микрофон, пожалуйста, представьтесь, кому ваш вопрос. Альмар Дениферас, Сирийское телевидение, телеканал Сама. Вопрос к господине Сергею Александровичу. Скажите, пожалуйста, уже понятно, что кризис России с западной, это по поводу событий в Крым. А не думайте, что до этого кризиса в Крыму была кризис по поводу Сирии, потому там западный цель, это очень ясно в Сирии, там аженда была тоже в Сирии, а Россия мешала этот цель, там. Насколько это, думаете, это мешает, что вернуться в Россию с ЖЭТ-8? Особенно, что цель запада это не была в Крым, а на самом деле была в Сирию, там. Спасибо. Я, во-первых, с вами абсолютно согласен, что ситуация в отношении России с западом серьезно ухудшилась до Крыма. Крым просто ускорил эти процессы. И я не случайно упомянул, что в 2013 году до Крыма, летом 2013 года, Россия была под очень жестким давлением, споры и так далее, в рамках в том числе и восьмерки. Я не говорю даже о других форумах и двадцатке, а и так далее. В Сирии было очень серьезное давление. Я другой вопрос хочу сказать, что польза, с моей точки зрения, я вот, меня господин Квасов тоже приглашал на председательство, когда был председательством, но я курировал не здравоохранение. У меня другой вопрос. Поэтому здесь по застранению, почему я говорю, так сказать, беспристрастная позиция. Мы очень серьезные вещи делали в рамках восьмерки по так называемым нетрадиционным угрозам. По здравоохранению, с учетом того, что, я немножко отвлекаюсь, с учетом того, что не очень хорошо работает, это, я говорю, моя точка зрения, Всемирная организация здравоохранения, и вирус Эбола тушили не, прежде всего, не ВОЗом, а так называемым коалиционным вилинг, которым многие, ну, коалиция согласна, которые в основном состояли из, кстати, стран восьмерки, вот, значит, восьмерка внесла очень серьезный вклад в борьбу с эпидемиями и так далее, и так далее. Так вот, что касается традиционной Сирии, что у нас стали ухудшения, заметил, очень серьезное ухудшение отношений до Крыма, и вопросы конфликтов Сирия, значит, проблемы некоторые на постсоветском пространстве и так далее, они очень серьезно обсуждались на восьмерке, и Россия находилась под жесткой критикой. Поэтому именно вопросы традиционной безопасности, это вот очень проблемные для России, именно в формате, в том числе, в формате семерки, восьмерки и так далее. И Сирия была бы сейчас снова серьезным вопросом, если бы Россия была. И Россия бы там тоже критиковали. И повторяю, если бы Россия была восьмерке. Поэтому здесь, когда мы говорим, нужно России, не нужно России, согласно принципиально, моя позиция – это согласие с господином Крутоновым, последний абзац. Но здесь очень много, так сказать, нюансов. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы остались? Давайте вы еще не задавали на второй ряд. Советник президента. Иван Александрович из газеты «Советник президента». Андрей Владимирович, внес шутливую нотку. Я попробую продолжить этот настрой. Вот есть такая фраза, я не помню, кому она принадлежит. «Девять из десяти человек не могли бы начать разговора, если бы не изменение погоды». Ну вот она сейчас достаточно здорово меняется, и некоторые находят даже в этом, я не знаю, климатическое оружие Вашингтонского обкома. Но я вспомнил вот какое выражение, которое появилось совсем недавно. «Климат нервничает». Это вот как оправдание событий. Можно ли вот это слово применить к политике? Или для него нормальное состояние? Вы знаете, если говорить о политике, наверное, не скажу ничего нового. Если выскажу предположение, что мир уже вступил в достаточно продвиженный период нестабильности. И, к сожалению, все указывает на то, что эта нестабильность будет возрастать. Связано это с многими факторами, и не только, скажем, с американской политикой. Это и кризис государственности во многих регионах. Это неконтролируемый технологический прогресс. Это, безусловно, волатильность международной финансовой и экономической системы. То есть, есть много оснований, по которым мы подходим к этой нестабильности. Вопрос в том, как эту нестабильность можно снизить, и как выйти на новый уровень управляемости глобальной системы. И здесь, мне кажется, есть, собственно, два варианта, стратегии. Одна стратегия – это как раз то, о чем говорит президент Трамп. Смысл «спасайся, кто может». И мы, американцы, находимся в привилегированном положении. У нас больше ресурсов, у нас более мощный военный потенциал. Мы менее зависим от внешнего мира, поэтому мы выживем. Даже если речь пойдет о серьезных системных кризисах, и мы сможем изолироваться, мы сможем минимизировать последствия вот этой нестабильности для нас. Другой подход – это подход многосторонности. То есть, необходимо идти на взаимные уступки, создавать систему более устойчивую, жертвовать своими тактическими интересами во имя того, что называется «global commons», то есть «общее благо». Это относится и к безопасности, это относится и к развитию. А вот что касается климата, то, ну вот вы говорите «Вашингтонский обком», но вот посмотрите на то, как резко увеличилось влияние «зеленых» в Европе. Некоторые даже говорят, что не исключено, что следующий немецкий канцлер будет из партии «зеленых». Их представительство в Европейском парламенте возросло, наверное, более существенно, чем представительство правых популистов. И вот здесь, мне кажется, что у России появляется определенная возможность, потому что экологическая повестка дня, она, в общем, находится поверх политических барьеров. Ведь, строго говоря, даже не важно, являетесь вы консерватором или либералом, западником или славянофилом, но экология есть экология, она затрагивает всех. И я думаю, что вот здесь у нас есть определенная возможность, не столько с Соединенными Штатами, сейчас, в общем, не совсем понятно, какова будет американская позиция, но, обратите внимание, вот сейчас в Европейском Союзе председателем Европейского Союза стала Финляндия с июля этого года. У Финляндии главный приоритет ее председательства – это экология. И есть большой опыт, есть значительный опыт, в том числе российско-финляндского сотрудничества. Вопрос этот обсуждался во время визита нашего президента в Хельсинки буквально на днях. Я думаю, что вот нам не надо упускать этих возможностей. И возможно, что экологические вопросы станут одним из способов воссоединения Европы и в каком-то смысле возвращения России в общеевропейский политический мейнстрим. Это не произойдет сразу, это потребует усилий с нашей стороны, но я думаю, в итоге выиграют все. Поэтому я бы, говоря о климате, не упускал бы из виду позитивный аспект этой проблемы для нас, для нашей политики. Спасибо. Будете добавлять? Так, из тех, кто не задавал вопросы, остались на первый ряд, пожалуйста. Редактор журнала «Армия и флот» Шеремецкий. Знаете, я еще являюсь одновременно директором нового института, который создан работниками науки Москвы и Санкт-Петербурга. Он называется «Институт исследований проблем войны и мира», основная цель которого – создание нового направления в общественных науках, науке о войне. Первой нашей акцией было, мы выступили, обратились к президенту Владимиру Владимировичу Путину с предложением, как он посмотрит на то, чтобы воспользоваться идеей Венского конгресса, который, мы бы исполнялись 205 лет, из-за здания Священного Союза, выступить с инициативой не смотреть «примут семерку», «не примут семерку», «будем мы с ними», взять в руки свою инициативу и создать общеевропейский союз, гуманитарный союз европейских государств. И работать уже с этими странами, которые будут заинтересованы войти в этот Священный Союз Новый. Кто готов начать отвечать на вопрос? – Мне кажется, что вы, безусловно, правы в том смысле, что если нам не удается сохранить единое пространство безопасности в Европе, если у нас не получается удержать единое экономическое пространство в связи с санкциями и иными проблемами, то, конечно, нашей задачей должно стать сохранение общего гуманитарного пространства. И, в общем-то, надо сказать, что вот эта гуманитарная среда продемонстрировала значительную устойчивость за последние годы. Вот посмотрите, санкции, русофобия, о которой много говорят, информационная война. Но при этом, скажем, образовательные обмены в Европе, они сохранились на довольно высоком уровне. Российские университеты по-прежнему часть баллонского процесса, у нас по-прежнему есть двойные дипломы, у нас есть система признания кредитов и так далее. То есть, я думаю, что это важное направление, и это направление, которое может создать потом в перспективе и предпосылки для восстановления единства Европы на других направлениях. И здесь задача заключается в том, чтобы не только сохранить то, что сделано, но и в том, чтобы искать какие-то новые инновационные пути, в частности, совместной проектной деятельности. Это трудно, потому что многие гуманитарные проблемы сейчас очень политизированы, и очень трудно общаться, уходя от политической нагрузки. Но, с другой стороны, что делать? Времена не выбирают, в них живут и умирают, как известно. Спасибо. Еще вопросы остались? Давайте. Опоздавший журналист. Я опоздал. Это концептуально-аналитическая газета «Знание власти». У меня вопрос процедурный. Страны «семерки» не приехали в Москву в год, когда к Москве должно было перейти председательство в «восьмерке». Теперь, при восстановлении отношений, при реинтеграции или, как это называется сейчас, в «восьмерку», будет ли возвращен статус председателя России и приедут ли они сюда, в Москву, для того, чтобы продолжить процесс «восьмерки»? Я бы вам порекомендовала посмотреть с самого начала наш круглый стол. Хорошо. Извините. Простите, пожалуйста, за опоздание. Я могу коротко сказать. Пожалуйста. Не стоит так вопрос, что вернуть очередность. Так не стоит вопрос. Вопрос стоит в том, что зачем нам нужно вообще сейчас возвращаться. И если возвращаться, то в полном масштабе, а не в качестве приглашенного гостя и с пониманием того, что те вопросы, которые для нас важны, как мы говорили сегодня, в части, касающиеся финансового регулирования, например, чего нас отстраняли раньше, мы будем обсуждать, будем на них влиять и так далее. А это невозможно без именно института председательства? Я бы позволил себе добавить процедурно. Вот эти встречи, саммиты, восьмерки, вернее, семерки теперь уже, они планируются за несколько лет вперед. То есть сейчас существует график проведения этих встреч на ближайшие годы. Можно посмотреть на официальном сайте, я сейчас не помню точно, но, по крайней мере, там на 4-5 лет вперед эти встречи уже распланированы. Поэтому, если представить себе такую гипотетическую ситуацию, что Россия возвращается в семерку, семерка превращается в восьмерку, то России придется встраиваться вот в этот уже сформировавшийся график проведения встреч. То есть я так думаю, что если бы Россия вступила завтра, вернее, вернулась завтра в семерку, то все равно реально ее председательство могло бы состояться не раньше второй половины будущего десятилетия. Да, мы после Великобритании принимаем. Да, пожалуйста. Да, после Великобритании, правильно. Вы знаете, по процедурным вопросам я, так сказать, несколько сталкивался с нашим председательством в 2006 году, будучи в администрации, а потом как эксперт в 2000 при подготовке 2014 года, поэтому не имею определенное представление, председатель, председательствующий имеет очень серьезные речи на повестку, на организацию и так далее, и так далее. Так вот, следующее председательство будет за американцами. И вполне возможно, что другое дело, согласимся ли мы, что вот как сейчас пригласили Австралию, Индию и так далее в качестве, так сказать, определенных участников саммита в Биорице, то может быть приглашение какое-то будет и России. Другое дело, согласится ли, России участвовать не в качестве полноценного, но как бы, так сказать, участников обсуждения и так далее, и так далее, по определенным проблемам. Плюс председательство будет не просто председательство, а будет еще за американцами, которые, и американцы определенный вес дополнительно имеют, кроме председательства, будут иметь на восьмерку, на семерку. Поэтому я, например, не буду удивлен, если, предположим, Россия получит какое-то приглашение на следующий сайт. Повторяю, не в качестве полноценного участника, другое дело, как она ответит, это вопрос. Спасибо. Спасибо. Вопросы еще остались? Давайте на третий ряд. Спасибо. Григорович, Киевская Русь. Насколько реально вот ситуация будет при нашем вхождении в эту семерку своим восьмым собратам по следующим вариантам развития? Станем мальчиками для битья, вот как предполагала Марина Владимировна в качестве получателя инструкции и указаний. Насчет бизнеса активизации сомнительны в условиях взаимных санкций? Или возникнет площадка, где руководитель российского государства сможет произнести какие-либо очередные новые кардинальные предложения, типа мюнхенской речи, мюнхенских предложений. Ну и, так сказать, на этом участие наше и закончится. Спасибо. Вопрос, кто готов? Ну, вы знаете, мне кажется, что для того, чтобы Россия действительно участвовала в семерке в качестве полноценного члена, вот не в тех форматах, о которых вы говорили, должно предназначить одно из трех. Либо принципиально меняются приоритеты российской политики. Россия возвращается к тому пункту, в котором она находилась в начале 90-х годов. И тогда действительно Россия возвращается в качестве ученика, она может стать более, может быть, успешным учеником, учитывая опыт и уже выученные ранее уроки. Второй вариант. Что-то принципиально меняется на Западе. И Запад принимает решение, коллективный Запад, если таковое еще существует, что без России никак не обойтись, и надо идти на уступки, надо принимать во внимание российские интересы, надо соглашаться с российским видением мира. И тогда действительно меняются правила игры. И, наконец, третий вариант. Это то, что на горизонте появляется настолько серьезная, настолько масштабная, настолько смертельная для всех угроза, что все наши разногласия, которые сейчас разделяют Россию и страны Семерки, становятся просто несущественными. Ну, тут можно строить различные сценарии. Там всемирный потоп. Космические войны. Космические войны, да, вторжение интерпланетян. Или, так сказать, там какие-то, может быть, там, международный терроризм, который доходит до какого-то совершенно невиданного раньше уровня. Ну, насколько каждый из этих вариантов реалистичен, вы можете, наверное, сделать вывод сами. Да, пожалуйста. Я коротко, насчет мальчика для битья. Значит, прошу не забывать, я просто не буду сейчас перед камерами примеры давать, но вы можете посмотреть там файлы и так далее. Так вот, если в 2013 году нас критиковали за Сирию, то по другим вопросам, там были свои мальчики для битья, и Россия тоже их била. По другим вопросам. На каждом саммите восьмерки, семерки, есть свои мальчики для битья. И были такие саммиты, где Россию не били. Россия била. Были свои мальчики для битья по тем и тем вопросам. И конфликтного порядка, и так называемым нетрадиционным угрозам. Поэтому не нужно, так сказать, уравнивать восьмерку и семерку с тем, что, так сказать, только Россию там и критикуют. Спасибо. Еще вопросы остались? Значит, ваш последний, и мы заканчиваем. На второй ряд. Очень коротко, пожалуйста. Хотел задать такой вопрос. Как сейчас вы видите картину мира с точки зрения технологического суверенитета? То есть мы видим соотношение безопасности и обороны, если обороны это где-то традиционные, спортнеры и так далее, но вопросы безопасности региональные и глобальные уже меняются резко какие-то и альянсы и так далее. Вот ваша точка зрения хотелось бы услышать. Спасибо. Когда я говорил о том, что у нас очень много специалистов, в том числе по Сирии конфликтам и так далее, я имел в виду, что у нас слишком много специалистов по определенным, важным, конечно, но очень узким областям, а нет особых специалистов, ну, таких серьезных. По другим очень важным трендам и так далее. В том числе последствия изменения и плюс их последствия изменения технологического уклада. Мы сейчас, так сказать, на четвертой волне, так называемой, четвертого уклада, хотя здесь можно спорить насчет формулировок и так далее. Так вот, многие вещи, они сейчас проистекают именно из проблемы, в том числе и равенства, неравенства, именно из технологического, новой технологической платформы, нового технологического уклада. Новый технологический уклад, в принципе, может наступить уже где-то в конце следующего десятилетия, в 30-е годы и так далее. Поэтому я абсолютно не удивлен, что наше руководство сейчас последнее, где-то с 2015 года, как вы заметили, с национальной технологической инициативой и так далее, она педалирует этот вопрос. Потому что кто и многие вопросы, связанные с так называемой торговой войной между США и Китаем, это не вопрос, прежде всего, не вопрос торговли, а прежде всего вопрос технологий. Кто именно в технологической годке победит? Китай или Соединенные Штаты? Поэтому и технологические вопросы будут обсуждаться и на, особенно, что касается цифры, они будут обсуждаться и на нынешнем саммите. Я должен сказать, что предполагаю, что этот вопрос будет один из главных, из тех, которые обозначены именно в повестке, а не скрытый вопрос, в том числе борьба между так называемой торговой войной между США и Китаем. Так вот, у нас, к сожалению, не хватает специалистов, экспертов, которые серьезно и широко занимаются следствиями изменения технологического года. Вот здесь вопрос, проблема международной кооперации. Вы не можете многие вещи делать самостоятельно. Если позволите, небольшое отступление. Да, пожалуйста. Наш институт в 2016 году по заказу фонда Кудрина выпустил книгу, называется «Россия в мировой экономике, в мировом хозяйстве». Так вот, там была, там и как раз поднимался вопрос о технологической гонке. Так вот, в презентации этой книги господин Кудрин сказал, что если вы, а мы больше анализировали наш поворот экономический, внешнеэкономический, тогда технологический, на восток, вы когда открываете дверь на восток и идете, вы рано или поздно открываете дверь на запад. Технологические цепочки, цепочки добавленной стоимости и так далее, сейчас и горизонтальные связи, сейчас диктуют международную кооперацию. Вот третьего дня, по-моему, было очень интересное интервью по информационным технологиям в Московском Псомольце. Вот подсчитайте, там нужен технологический суверитет по многим вопросам, особенно что касается военного потенциала и так далее. Но многие вещи, многие вещи, они не могут быть созданы без международной кооперации с китайцами, с Европой, особенно с Европой и в том числе с американцами. Без этого вы ничего не сделаете. Спасибо. Спасибо. Завершаем наш круглый стол. Я благодарю наших уважаемых гостей за очень интересный разговор. Буду внимательно следить за саммитом «семерки», хотя о результатах мы уже поговорили. Всего доброго, до свидания и до новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.